Бабушка перепугалась. Я-то что, было 6 лет. А бабушка очень перепугалась. Подходим, а в нашей избе со всей деревни собраны солдаты. Ну как солдаты эти, гражданские. Все с мешками за плечами, и вот женщины все висят на них, плачут. А к вечеру подошла машина и их всех забрала. Собрали со всех. Вот так у меня началась эта война 22-го. Война в деревню малолетней Людмилы, малая каменка Великолугской области, сейчас Псковская, пришла спустя месяц, 27 июля. В оккупации под присмотром своей бабушки Людмила Коржавина провела 2,5 года. Несмотря на то, что тогда ей было всего 6 лет, Людмила Ермолаевна помнит не только, где находился каждый дом в ее деревне, но и название всех соседних поселений. Детально вырисовывает план их размещения. Дважды Людмила Коржавина приезжала в родные края. От них не осталось и следа. Мы на машине на своей ездили. Вот мы доехали до этого мостика. Дальше все разрушено было. Машина не могла проехать. Я вылезла и пошла пешком. И при мне последний дом увозили перестраивать другую деревню, потому что света нет, ничего нет. А место красивое. Озеро. Орешник, смородина, яблони. Все там растет. После войны отец Людмилы Коржавиной, Ермолай Цветков, единственный из призванных на фронт, вернулся домой. Встречали его, рассказывает женщина всей деревни. А он пришел только в октябре или где-то осенью, не помню даже. Ну вот здесь все указано в письмах. Я в Подольск специально ездила, чтобы мне указали, когда освободили, когда захватили нас. Путь до Тагилы для семьи Людмилы тоже оказался непростым. Ее мать сослали в ссылку в Кизилак. Она работала продавцом и выдавала хлеб по карточкам. Тем не менее, на всех его не хватало. Она попросила пекаря, Шуру, положи хоть две булки хлеба лишних, у меня не хватает людям нарезать хлеба. Та и положила. А подъехала лошадь с фургончиком, развезли, тогда же не было этих транспортов всего. Подъехала и стоит АБХС. Вот эти две булки хлеба у нее обнаружили лишних и ее посадили на два года. А тетя Шуру за эти две булки на 10 лет. Позже семья Людмилы перебралась жить в Нижний Тагил. Уже здесь Людмила Ермолаевна 10 лет отработала портным мастером. Затем 23 года на железной дороге проводником на фирменном поезде «Малахит». А выйдя на пенсию, работала уборщицей. Сейчас у Людмилы Коржавиной две дочери, три внука и пять правнуков.